так ну как у вас во первых настроение по поводу домашней работы по баллам а ой слушайте да вот это вот я никогда не комментирую и иногда это приводит к некоторым неприятностям ну конечно баллы не суммируются но конечно не суммируется то есть если вдруг вам не посчастливилось найти асимптотику но вы получите три балла вместо четырех но так что прямо 7 баллов там почти одно и то же надо сделать поэтому если вы можете сделать ту которая на 4 балла то ни в коем случае не делайте ту которая на 3 это совершенно никому не нужно виноват да это где-то надо написать что да не но все как в обычной жизни экзамены конечно разные двойку получать нельзя как только двойку получаешь все но вполне естественно да получишь что это как повезет выше какого нет фиксированный банк нет а как я могу вам распределение сказать все равно я я в общем вычислю мат ожиданий посмотрю кто там повыше на дисперсию грубо говоря ну не помню не считал никогда это так мне это сделал сейчас уже лекция я перезвоню через какое-то время ага вот нет про процент я не помню честно говоря я просто не помню сколько но обычно меньше половина конечно причем значительно меньше но но не два процента больше но два процента от 50 человек или там от 70 это конечно очень смешно там не два процента нет там больше там больше да нет ну в общем все будет нормально конечно но надо готовиться трепетать вот я сегодня буду по-прежнему рассказывать простые вещи ну я не знаю для кого-то они простые давно известны для кого-то может быть от немножко в новинку но в принципе вот я начал на прошлой лекции рассказывать сравнительно простые вещи и пока что продолжу именно сравнительно простыми значит как всегда мне нужно оправдываться перед теми кому это скучно словами что ну ничего не переживайте скоро будут совсем сложные вещи я вас развлеку по полной программе так что вы в долгу я в долгу перед вами не останусь вот ну что у нас происходило на прошлой лекции на прошлой лекции мы разобрались со степенными рядами и с тем как с их помощью доказывать какие-то комбинаторные тождества то есть нельзя сказать что мы полностью разобрались с этой технологией но по крайней мере вот такая тема у нас была и на некотором примере я продемонстрировал как можно действительно доказывать нетривиальное тождества формально преобразуя какие-то формальные выражения то есть не вкладывая в них никакого аналитического смысла то о чем я хочу немножко поговорить сейчас это то что в принципе в степенные ряды можно конечно вкладывать и аналитический смысл тоже и это иногда помогает то есть вот если формальное жонглирование степенными рядами помогает доказывать комбинаторные тождества то умение аккуратно подставить вместо икса все-таки некоторое число и получить в случае когда это действительно можно делать явное значение нашего ряда это тоже помогает но помогает не доказывать комбинаторные тождества но считать там какие-то суммы и прочее вот значит чтобы об этом корректно говорить надо пару слов напомнить о сходимости степенных рядов вот есть степенные ряды по моему это самый лучший фломастер который мне удалось здесь раздобыть насколько он виден ничего да ну я могу еще крупнее попытаться писать вот меня на записи просили это делать я постараюсь вот значит степенные ряды это все равно выражение вот такого вида конечно сумма пока от нуля до бесконечности окатая х в катой степени но вот здесь вот как бы я уже это нарисовал в виде такого суммирования с помощью значка сигма не рисовал длинную картинку с этими плюсами иксами и так далее написал вот так спрашивается в каком случае можно рассматривать этот объект не как формальный а как функцию аргумента x вот когда с гарантией это можно делать поднимите руки кто знает хотя бы частично ответ на этот вопрос чтобы не оценивать ситуацию по темпу рассказа ну практически все знают поэтому давайте я тогда очень быстро напомню что надо сделать чтобы сказать что этот ряд действительно является нормальной хорошей функцией ну во первых надо определить понятие сходимости в какой-то там точке x нулевое мы подставили сюда x нулевое что значит такой ряд сходится но это очень просто надо определить частичную сумму так с катая не очень хорошо писать потому что здесь к это переменное суммирование давайте какой-нибудь смт что ли здесь будет сумма пока от нуля до м здесь будет акатая x нулевое в катой степени найдем просто вот такое числовое значение смт это будет частичная сумма ряда ну и нам нужно просто чтобы эти частичные суммы имели предел если такие частичные суммы для данного x0 имеют предел то мы говорим что степенной ряд сходится в этой точке x нулевое так все согласны с таким определением никого оно не смущает значит есть теорема которая дает достаточное условие сходимости степенного ряда в точке там в какой-то точке x0 достаточное давайте я вот здесь это напишу что оно именно достаточное условие сходимости я очень аккуратно подчеркиваю это слово чтобы вы не не дай бог не подумали что это критерий критерием это не является вводится такое число которое принято называть радиусом сходимости ряда по известной и понятной причине которая сейчас будет видна значит ро по определению это единица поделить на так предел то где на верхний предел при к стремящемся к бесконечности корня из модуля окатова вот так ну довольно страшное выражение которое как я понял из поднятых рук на самом деле почти все присутствующие знали что конечно корень катой степени да описка спасибо нет конечно корень катой степени из модуля ок поднимите руки кто знал это выражение ну видимо все практически присутствующие знали значит утверждение такое если модуль х меньше чем ро если модуль х меньше чем ро ну или там модуль х нулевое то ряд сходится в точке х нулевое конечно я не собираюсь это доказывать тем более что все это знают практически понятно что если модуль х больше чем ро то ряд расходятся но что происходит на границе вот этого круга сходимости то есть в случае когда модуль х нулевой равняется ро это вопрос отдельный он в общем в комплексном случае просто не тривиально то есть вот это вот является кругом если мы понимаем аргумент как комплексное число разумеется если мы хотим понимать аргумент как вещественное число если вас смущают комплексные числа вдруг, то это не круг, а просто интервал. Но, тем не менее, даже в случае вещественных чисел разбираться, что происходит на границах этого интервала, это довольно забавно и не всегда очевидно. Так что тут есть разные ситуации, разные примеры. Ну, я надеюсь, что такое условие всем понятно. Даже если вы о нем не слышали, то интуитивно оно понятно совершенно. Суть просто в том, когда сходится геометрическая прогрессия, грубо говоря. То есть это, в общем, вполне стандартная вещь. Но, смотрите, будьте очень аккуратны. Если я вам предлагаю посчитать какую-нибудь сумму, прежде всего проверяйте, что она вообще сходится. Что вы можете там насчитать мне какое-нибудь отрицательное число в результате суммирования положительных слагаемых. Это довольно забавно. Ну, сейчас какой-нибудь пример можно даже будет привести. Давайте я произнесу такой тоже стандартный термин, который очень часто используется в комбинаторике. Называется производящая функция. По сути, и есть тоже степенной ряд. Опять же, в зависимости от контекста можно его понимать как формальный, можно понимать как ряд числовой, вот как здесь. производящая функция. Все-таки у меня не получается достаточно крупно писать. Вот это слово удалось. А это как-то не пошло. Производящая функция последовательности, опять же, каких-то чисел А0, А1 и так далее, это тот же самый степенной ряд, коэффициенты которого это вот эти числа. Просто другое название, на самом деле, для уже изученного нами объекта. Повторяю, этот степенной ряд в зависимости от контекста можно рассматривать и как функцию вещественного аргумента, но тогда нужно следить за сходимостью, и как формальное выражение, с которым можно как-то поиграться. Соответствующие примеры мы сегодня увидим. Так, ну, давайте я действительно какие-нибудь простые примеры разберу. Ну, совсем тривиальный пример. Хочется найти какую-нибудь сумму. Давайте начнем с конечной суммы. Какой-нибудь совсем простой. Хочется посчитать сумму по k от 0 до n, но, например, такого выражения, c из n по k на 1 вторую в k-той степени и на какой-нибудь там k, ну, в квадрате давайте, чтобы не слишком много возиться. Вот хочется посчитать такую сумму. Какой простейший способ ее посчитать? Такой простейший способ посчитать такую сумму. Но вот вредит явно k квадрат. Это видно сразу при первом же взгляде на эту сумму. Если бы здесь k квадрата не было, то все было бы совсем просто. По крайней мере для тех, кто хорошо знает, что такое бином Ньютона. Значит, если вы научились когда-либо здесь или когда-то до нас воспринимать, что такое бином Ньютона, то вы, конечно, понимаете, что закрыв вот эту вот штучку, паразитическую, которая мешает, вы такую сумму без труда найдете. Чему она равняется? Сумма без пакости. Ну, конечно, 3 вторых в степени k, потому что здесь 1 вторая в степени k умножается на 1 в степени N минус k. И это есть бином для 1 вторая плюс единица в N степени. Только не в k, а в N. 3 вторых в N степени. 3 вторых в N. Вот. И вообще очевидно, что если вы 1 вторую замените произвольным числом x, то вы тоже такую сумму посчитаете, и у вас получится x плюс 1 в N. В общем, никаких проблем. Поэтому вы фактически составляете производящую функцию производящую функцию последовательности биномиальных коэффициентов c из N по k, по k от 0 до N. Вот здесь вот пишите x в степени k. Получается такое g от x. g от x – это производящая функция последовательности биномиальных коэффициентов. Она, очевидно, равняется 1 плюс x в N степени, как мы только что обсудили. Это действительно совсем просто. Вот. Ну и зачем мы это сделали? С одной стороны мы ее нашли, а с другой стороны нам надо как-то бороться с вот этим паразитом, с которым так вот сходу бороться не очевидно как. Ну, легко сообразить, что если продифференцировать производящую функцию по своему аргументу, это уже функция, и ее здесь не составляет труда дифференцировать, поскольку сумма конечная. Мы пока про бесконечные ряды даже не говорим, тут все конечное. Если ее продифференцировать, то что у нас получится? У нас получится сумма, ну, тут надо аккуратно только дифференцировать, наверное, по k от 1 до n, k на c из n по k на x в k минус первой степени. Вот в этом месте. Будьте аккуратны, здесь все-таки от нуля суммировать неестественно, потому что x в k минус первой. Вот. Что? Ну, можно и так, но это как-то путает. Мне кажется, просто лучше проследить за переменной и все. Так, и если мы теперь вот этот вот g' от x умножим на x, хотелось сказать слева, но это не алгебра, что слева, что справа, все равно. Ну, умножим на x просто. То здесь это умножение на x убьет вот эту минус единицу. И дальше мы сможем спокойно сказать, что это же равняется и сумме по k от 0 до n, k на c из n по k на x в k этой степени, потому что 0, он и в Африке 0. Какая разница, суммировать эту штуку от единицы или от 0. Вот здесь 0 уже корректен. Вот. Ну, как, мы приблизились к нашей цели. У нас, конечно, выражение не как квадрат, как здесь, а k умножить на такую штучку, но тем не менее. Дальше совершенно понятно. Надо взять еще раз производную по x, уже от всего вот этого выражения, и снова домножить слева на x. Ну, это шутка. Снова домножить на x. Все. То в результате у нас получится сумма по k от 0 до n, c из n по k на x в k этой степени, на k квадрат. И если мы сюда вместо x подставим нашу одну вторую, то у нас получится интересующее нас значение. Ну, а поскольку мы знаем, что g от x равняется всего лишь навсего 1 плюс x в n, и продифференцировать, домножить на x, еще раз продифференцировать, еще раз домножить на x не составляет труда. Так, это все поняли, да? Это практически все знали, наверное. Но стоило напомнить. Могу стирать? Сейчас будет еще один пример. Ну, тоже общеизвестный, конечно, но чуть более интересный все-таки. Давайте вместо конечной последовательности, с которой мы только что имели дело, рассмотрим какую-нибудь бесконечную последовательность. Ну, самая симпатичная такая общеизвестная бесконечная последовательность, которую принято рекламировать не только студентам, но и обывателям, это последовательность чисел Фибоначчи. Знаете, такие числа Фибоначчи. Но ее принято рекламировать не только на уроках, но и в какой-то там, как бы это сказать, табилетристики, скажем так. В книжках вообще. Да, в разных книжках числа Фибоначчи преподносятся, видимо, как такое высшее достижение математической науки. Ну, чуть сложнее еще, чем беном Ньютона, и все, значит, это уже просто катастрофа. Как сложно. Так, ну, числа Фибоначчи – это числа, которые задаются рекуррентным соотношением вот такого вот вида. И начальные условия там немножко по-разному пишутся в зависимости от ситуации. Но, например, можно сказать, что Ф0 равняется нулю, Ф1 равняется единице, Ф2 равняется двойке, Ф3 равняется тройке. А, да, правда, что. Действительно, обсчитался. Ф2 равно единице, спасибо, да. Это я обсчитался. Считать не умею. А здесь уже сошлось. А, нет, не сошлось. Нет, считать я точно не умею. Значит, здесь 2. Это моя оценка за счет. Так, Ф4 – это 3. Ну, и т.д. Давайте все-таки Ф5 напишем 5. И т.д. Ну, в этом месте рассказывается душесчипательная, конечно, история о том, как размножались кролики. Ну, в 1209 году была предложена задача о том, как размножаются кролики. Об этом очень приятно рассказывать как раз людям, которые занимаются биоинформатикой, если таковые здесь присутствуют. Вот. Я очень люблю это делать. Ну, потому что, ну, понимаете, если вот под этим понимать именно процесс размножения кроликов, то это издевательство над биологией в прямом смысле этого слова. В начальный момент времени есть одна такая пара, которая начинает каждый месяц приносить приплод. Каждый месяц она приносит мальчика с девочкой, которые между собой спариваться начинают через 2 месяца, и дальше тоже каждый месяц приносят по паре разнополых кроликов. Это ужасный совершенно процесс. В 1209 году его придумали. Но вот есть такая последовательность чисел. Про то, как они растут, я думаю, тоже все примерно понимают. Но я потом попозже расскажу еще. Так. Значит, вот это называется число Фибоначчи. Давайте попробуем найти производящую функцию последовательности чисел Фибоначчи. Значит, производящая функция для вот этой бесконечной последовательности. То есть кролики живут вечно и вечно размножаются. Но они живут вечно только в одну сторону. Ну, то есть они в какой-то момент рождаются и дальше живут вечно. Есть только одна первоначальная пара, про которую можно считать, что она вечно жила и до того, как начала приносить приплод. Так. Ну, производящая функция. Понятно, что это такое. Это сумма по n от 0 до бесконечности Фн на хвн. Давайте пока понимать это чисто как формальный степенной ряд. То есть не будем вкладывать никакого аналитического смысла в этот х, иначе просто возникнут вопросы, зачем мы делаем там какие-то перегонки, имеем ли право их делать. Ну что, нам надо просто воспользоваться вот этим рекуррентным соотношением. Как-то. Ну как это можно сделать? А? Так, давайте ее снова обозначим g от x, например, чтобы было как в предыдущем примере. Так, что надо сделать с g от x, чтобы на что-то похоже было? Может, что-нибудь предложат? Что можно сделать? Не, матрица это слишком сложно. Надо на что-нибудь домножить. На х домножить. Да, давайте домножим на х. Сейчас вы поймете, зачем это делается, если еще не поняли. Значит, будет сумма по n от 0 до бесконечности fn на x в n плюс первой степени. Это мы домножили на х. Давайте теперь домножим на х квадрат. Ну, издевательство, конечно. Сейчас увидите, откуда все берется. Сумма по n от 0 до бесконечности fn на x в n плюс второй. Так, ну что, давайте сложим, наверное. Давайте сложим вот это и вот это. Что получится? Значит, мы складываем… А? Лучше первое и второе. Что? Первое и второе? Мы же… Плохо сложил, да? Первое. Да нет, вот эти вот как раз. Что? По-моему, я правильно сложил. По-моему, все нормально. По-моему, все нормально. Давайте подумаем, что получится в результате сложения двух этих хреновин. g от x. Нет, но не совсем g от x. Тут надо аккуратно, друзья мои. Вы все-таки считаете себя слишком учеными, поэтому забываете про детали. А про детали надо все-таки помнить. Понимаете, вот здесь ряд начинается с первой степени х. То есть вот если вы n, равное нулю, сюда подставите, то здесь только первая степень есть, а нулевой степени х нету. Этот ряд начинается с х в квадрате. Значит, нам нужно сейчас написать коэффициент… Нам нужно написать коэффициент при х в n-ной степени. Вот нам что нужно сделать. Вот как выглядит теперь коэффициент при х в n-ной степени? х минус 1 плюс х минус 2. Кроме нуля, да. То есть вот здесь надо аккуратно написать. Здесь надо начать от 2. Здесь надо начать от 2. И тогда коэффициент при х в n-ной степени получится f n-1 плюс f n-2. Что-то я совсем мелко написал, но зато громко сказал. f n-1 плюс f n-2. Здесь все хорошо. Дальше у нас вообще нет нулевой степени. И есть первая степень вот здесь вот. Это f1 умножить на х. Видите, коэффициент при степени, начиная с двойки, именно такой. При степени 1 вот такой, а при степени 0 вообще никакого, нулевой. При степени 1 f1. Ну как, вот n, равное нулю, сюда подставляем. Здесь x в первой. Ой, какой кошмар, да, f0. Так, а f0 у нас что? Это 0. Какая неприятность. Ну что делать? Ну да, да, f0 это 0. Видите, я тоже слишком ученый. Так. Ну ладно, ну разобрались, по крайней мере. Так, вот здесь мы пользуемся рекуррентным соотношением, которое нам дает в аккурат fn. Но вот эта вот штука, это же не есть в точности g от x? Потому что суммирование идет от двойки. Значит, чего здесь не хватает? Здесь не хватает нулевого, но нулевое неинтересное. И здесь не хватает первого. Да? Да. Значит, надо x вычесть. Вроде так. А это 0. Отлично. Разобрались общими усилиями. Значит, что же у нас получилось? Давайте g от x вынесем за скобку. В скобках останется x плюс x в квадрате. И вот это g от x перенесем сюда, влево тоже. У нас получится минус 1, вроде бы. Равняется минус x. Минус x я не переносил никуда. Ну и отсюда следует, что g от x равняется x поделить на 1 минус x минус x в квадрате. Чтобы это не значило. Да, то есть пока это совершенно формальные выражения. Просто вот если мы формально вот этот степенной ряд разделим на вот этот, в соответствии с правилами, которые я рассказывал в прошлый раз, то мы получим как раз вот эту производящую функцию с коэффициентами, равными числам Фибоначчи. Просто при формальном делении мы получим это. Это я сейчас доказал. Так, все поняли, как это получилось? Зачем я домножал, понятно. Мне надо было просто воспользоваться рекуррентным соотношением и в итоге прийти к тому же самому же от x, но вот с некоторыми поправками, которые здесь возникли, и в итоге все получилось. Но вот теперь смотрите. Если я все-таки хочу не просто формально рассуждать, а действовать так, как в первом примере, то есть искать какую-нибудь сумму с участием чисел Фибоначчи, то вот уже тут надо быть очень аккуратным. Скажем, хочу я найти сумму там по n от нуля до бесконечности fn помножить на что-нибудь типа 1 вторая в n-ной степени умножить на n в кубе. Мне прежде всего надо понять вообще сходится этот ряд или нет. А как fn-ная растет, непонятно, да? Ну, это кто знает, кто не знает. Это еще найти надо. Как растет fn-ная, это еще надо найти. Но если вы знаете, что fn-ная растет действительно примерно как 1,6 в степени n, ну, примерно там, 612 тысячных, то вы понимаете, что при делении на 2 в степени n вы получаете точно сходящийся ряд. ρ можете посчитать честно, там, корень n-ной степени извлечь. Вот. И тогда вы можете действовать в соответствии с нашей технологией. То есть написать сумма по n от нуля до бесконечности fn-ная на x в n-ной. Заметить, что если ряд в некоторой точке сходится, то его и можно дифференцировать. А дальше дифференцировать в точности так же, как в предыдущем примере. Вот это g от x, ее мы знаем, вот она. Если вы это g от x надлежащее количество раз продифференцируете, а потом на каждом шаге еще подомножаете на x, то у вас получится ровно то, что нужно. Потом вместо x подставите одну вторую и найдете сумму ряда. А если я вот здесь напишу сумма по n от нуля до бесконечности fn-ная умножить на 0,99 в степени n на n в десятой степени, то вы, конечно, можете до посинения дифференцировать, но в итоге вы, скорее всего, получите отрицательное число при подстановке сюда. Почему? Потому что этот ряд расходится. Вот за этим надо следить. Эта штука, как мы скоро узнаем, растет примерно вот так. И если ее умножать не на одну вторую в степени n, а на 0,99 в степени n, то, извините, ряд не сойдется. Если вы это сразу не заметите, то вы можете формально проделать те же операции дифференцирования и домножения на x. Там 10 раз будете проделывать эти операции, пришлете мне 5 страниц текста, радостные, что так потрудились. Всю ночь. Накануне дедлайн. Вот. А в результате получите минус. Такой, знаете, веселенький. Нет, причем кому-нибудь дает с одной второй, а кому-нибудь с 0,99. И как обидно с одной стороны тому, кому дали с одной второй, надо что-то считать, а как обидно с другой стороны тому, который тоже считал, думая, что надо считать, а мог бы не считать и получить сразу плюс. Ну вот, на контрольной получите задание. Так, ну ладно. Примеры с производящими функциями я немножко рассказал. Сейчас будет еще один самый продвинутый пример, который называется числа Каталана. Числа Фибоначчи, вот они уже были. Потом мы к ним вернемся обязательно, когда про рекурсии немножко поговорим. Но сейчас надо рассказать про Каталана. Есть такие числа Каталана. У них существует масса эквивалентных комбинаторных определений. Куча. Ну, например, не число скобочек, а число правильных скобочных выражений. С два N скобками. N открывающихся, N закрывающихся, но так, чтобы не по-дурацки. То есть начать с закрывающихся мы точно не можем. Ну и вообще, сколько открывается, столько должно закрываться. Вот количество таких скобочных выражений, это как раз и есть число Каталана. Давайте его обозначим T с индексом N, например. Да, если кто-то пришел после моих извинений, он должен их еще раз услышать. Вот сегодня много простых вещей, потом будут крутые, сложные. Так что не расслабляйтесь. Кто знает формулу для числа Каталана? Рекуррентную очень легко составить, да. Но вот точную формулу. Но все равно кто-то знает. Кстати, не очень много. Значит, легкое упражнение, рекуррентная формула. Это TN, она выглядит следующим образом. Как можно посчитать количество правильных скобочных выражений длины 2N, зная количество правильных скобочных выражений меньшей длины. Это можно сделать вот так. TN минус 1, ну или здесь TN плюс 1 написать. Давайте TN плюс 1 напишу. Хотя это неважно, конечно. Так, TN умножить на T0 плюс TN минус 1 умножить на T1 плюс и так далее, TN плюс T1, TN минус 1 плюс T0, TN. А? В смысле? Нет, скобочные выражения длины 2N, а индекс N. Ну, мне эта двойка-то не нужна, чего я за собой таскать. Вот, значит, вот есть такое рекуррентное соотношение. Оно, как видно, совершенно нелинейное. Но вот производящие функции, например, позволяют его тоже такими вот жанглерскими способами разрешить. Это можно сделать и комбинаторно, но вот давайте я лучше расскажу, как это делать с помощью производящих функций. Ну, давайте как-нибудь f от x, скажем, обозначим производящую функцию этой последовательности. Сумма по N от 0 до бесконечности, TN, x в n-ной степень. Но тут все-таки такая продвинутая технология, более продвинутая, чем то, что было до того. Но все-таки надо как-то, понимаете, надо как-то преобразовать вот это f, чтобы вот такие выражения по рекурсии сработали и свернулись куда-то. Что? f от x в квадрате. Поэтому предлагается возвести f в квадрат. Ну, давайте, тем не менее, посмотрим, что будет при возведении f в квадрат. Значит, у нас будет аккуратно T0 в квадрате. Это коэффициент при x в нулевой степени. Ну, а дальше вот прямо в соответствии с этим делом, ну, собственно, это тоже в соответствии с этим делом, значит, будет T0, T1, плюс T1, T0. Это коэффициент при x в первой степени, плюс и так далее, плюс TN, T0, плюс и так далее, плюс T0, TN на x в n-ной, плюс и так далее. Это я вот честно возвел в квадрат формальный степенной ряд. Так, друзья, все успевают? Я не знаю, всем, может быть, просто очевидно, но если кому-то не очевидно, надо, чтобы он успевал. Успеваете, да, что квадрат именно такой, или я наврал? Не знаю, по-моему, я не наврал. Так, T0 в квадрате, кстати, T0 чему равняется вообще? Единички, конечно, да, вот это вот просто единица. Что? Один способ ничего не делать. Ну да, один способ, один, да. Да, T0, конечно, равно единице. Вот это у нас T2 в соответствии с рекурсией. Вот это у нас TN плюс 1. Ну что у нас получается? У нас получается, что x на f в квадрате от x это почти в точности f от x. Что отличает x на f в квадрате от x от просто f от x? Ну, T0, конечно. То есть, вот здесь T0 есть, а когда мы на x вот это выражение домножим, T0 не будет уже. Понятно? Всем понятно? Вот. Поэтому надо здесь вычесть, видимо, единицу, да, или прибавить? Вычесть? А прибавить? Нет, прибавить. Прибавить, и тогда будет f от x. Вот так. x на f в квадрате от x плюс 1 равняется f от x. Чудно. Сейчас решим квадратный уравнение. Так, еще раз перепишу его вот так. xf в квадрате минус f плюс 1 равняется нулю, откуда следует, что f от x это есть единица плюс минус корень из дискриминанта, который чему равняется 1 минус 4x, поделить на 2x. Согласны? Умеете решать квадратный уравнение? Это круто. Так. Но рассуждать надо так. Если мы сейчас слева и справа на x домножим, то слева получится x умножить на f от x. Давайте я вот так все-таки буду писать, чтобы никого не смущать. 1 плюс минус корень из 1 минус 4x пополам. И вот теперь я могу спокойно подставлять x, равное нулю. x, равное нулю, подставлять можно всегда. В любой ряд. Значит, если я сюда подставлю, будет 0. А если я сюда подставлю, то 0 будет только если здесь минус. Поэтому плюс надо зачеркнуть или стереть. И правильный ответ – это минус. Во. Все, мы нашли x умножить на производящую функцию. Почему? Здесь x был в знаменателе. Я специально от него избавился, чтобы вы мне не сказали, что я 0 делю на 0. Я очень хитрый. Вот. Ну, то есть я и производящую функцию тем самым нашел, но вот она такая страшная. На самом деле совершенно непонятно. Вроде как производящая функция – это ряд. А тут написан какой-то корень из формального выражения. Мы только 0 туда подставляли, потому что 0 всегда можно подставлять. Как же так? А корни тоже можно извлекать из формальных степенных рядов. Есть такое искусство. Сейчас я его на пальцах продемонстрирую. Понимаете, в чем замысел вот тех, кто не знает этого решения? Замысел в том, чтобы все-таки написать этот корень явно, с какими-то явными коэффициентами ряда. Как мы тождество доказывали. Но поскольку это на самом деле коэффициенты, равные числам каталана, то мы тем самым числа каталана и найдем. f от x – это ряд с коэффициентами, каждое из которых число каталана. А здесь мы сейчас научимся просто извлекать корень. Некоторым общим способом. Значит, вот смотрите, если у нас есть какой-то формальный степенной ряд, то корень из этого формального степенного ряда – это, по идее, такой ряд b, что b в квадрате равняется a. Но тут надо еще избавиться от неоднозначности, то есть извлекать корень как-то аккуратно. Но по сути определение такое. Дальше я не буду… То есть понятно, надо просто решить соответствующую систему уровней. Если мы хотим корень извлечь из вот такого вот коротенького ряда, 1-4x, то надо подобрать такие коэффициенты b0, b1, b2 и так далее, bn, и так до бесконечности, подобрать такие коэффициенты, чтобы едва мы эту штуку возвели в квадрат, у нас бы получилось 1-4x. Понятно, что это система уравнений просто. На коэффициенты b0, b1, b2, bn и так далее. Ну, то есть b0 в квадрате должно равняться единице. И в этом месте мы однозначно, конечно, извлекаем корень так, чтобы получилось положительное число. b0 в квадрате, понятно, дело равняется единице. Ну, а дальше b0, b1 плюс b1, b0 равняется минус 4. Ну, и так далее. Остальные все равны нулю. Общая идея совершенно понятна, правильно? Ну, смотрите, что мы здесь делаем, вот в этой конкретной ситуации. Давайте возьмем, например, 1 плюс x, и из него попробуем извлечь корень. Это значит возвести 1 плюс x в степень 1 вторая. Корень извлечь – это возвести в степень 1 вторая. Сейчас будет шутка такая. Вот эту штуку можно представить в виде своеобразного бинома Ньютона. Если бы здесь стояло не 1 вторая, а целое число, ну, вы бы понимали, какой там бином, да? Так вот, я утверждаю, что если решать вот эту систему для вот этого конкретного случая, то получится такая вот забавная фигня. Ну, это по индукции можно доказать, просто глядя на эту систему. Получится такая забавная фигня. Сначала будет единица, потом будет c из 1 второй по 1 умножить на x, потом будет c из 1 второй по 2 умножить на x в квадрате, потом будет c из 1 второй по 3 на x в кубе и так далее до бесконечности. Осталось только сказать, что такое c из 1 второй по какому-то n. Ну, согласитесь, что это крайне похоже на бином Ньютон. Такая вот шутка в каком-то смысле. Но это правда. А если будет 1 треть, там будет 1 треть? Да, там будет 1 треть. Да-да-да, если будет 1 треть, то там будет 1 треть. То есть можете честно прорешать систему, у вас получится. Нет, вопрос. Что такое c из 1 второй по n? Ну да, ну да. Совершенно верно, да. Давайте лучше не по n, а по k. Вот смотрите, c из n по k это есть n на n-1 и так далее на n-k плюс 1 поделить на k факториал. Это стандартная запись. Вот мы здесь делаем то же самое. Вместо n напишем 1 вторую. Будет 1 вторая, 1 вторая минус 1, 1 вторая минус k плюс 1 и все это поделить на k факториал. Вот легко проверить, что коэффициенты при формальном решении такой системы в данном случае представляют собой записи такого вида. Ну, а эти записи очень естественно обозначать биномиальными коэффициентами. Так, понятно, что произошло? Я не доказал тут ничего, но идея понятна. Так, давайте я все сотру. А вообще, вообще, наверное, надо устраивать перерыв, да? Что? Можно и так сказать. Но понимаете, что я сейчас шанглирую формальными рядами? Очень хороший комментарий. На самом деле, если опять вспомнить, что сюда можно вкладывать аналитический смысл, то при всех иксах, при которых этот аналитический смысл есть, это просто ряд Тейлора для корня. Действительно, у нас получилось нечто, что вполне соответствует аналитике. Но мы это сделали чисто формально, просто решив вот эту систему уравнений. У нас получился ряд Тейлора для корня, да. Совершенно верно. Ну, уж ряд Тейлора, я думаю, все знают. В точности он и есть. Ну что, давайте, наверное, досчитаем все-таки до перерыва. Как? Мне кажется, надо уже закончить с каталаном. Что там? Тяп-ляп. Так, нас интересует на самом деле 1-4х в степени 1-2, а все-таки не 1 плюс х, а 1 минус 4х. Но мы можем считать, что вот это минус 4х, это и есть плюс х. Ну, то есть, вот это вот, это и есть вот то, что здесь прибавляется. Тогда мы возьмем и напишем, какой у нас получается коэффициент при х в n-ной степени. Ну, там и так далее. Какой коэффициент здесь получается при х в n-ной степени? При х в. Да, вот совершенно важно сказать минус 4 в n-ной, а дальше на c из 1-2 по n. Все. Минус 4 в n-ной на c из 1-2 по n. Ну и давайте распишем, что это такое. Значит, это минус 1 в n-ной степени, 4 в степени n. А дальше идет вот это произведение. 1-2, 1-2 минус 1, 1-2 минус n плюс 1. И все это поделить на n факториал. Ну, что, надо привести просто в каждой скобке выражение к единому общему знаменателю. Сколько всего у нас скобок? n штук. Значит, будет минус 1 в n-ной на 4 в n-ной на 1-2 в n-ной степени. Это я привел каждую скобку к общему знаменателю. Тут еще будет n факториал. Вот этот вот. Ну и надо посмотреть, что у нас получается в скобках. От этой скобки останется просто единица. Это не важно. Дальше вот здесь у нас получится что? Минус единица. А в следующей скобке что получится? Минус 3. Все понимают, что минус 3? Ну, мы из 1-2 вычитаем двойку. Там в числителе будет 1-4, то есть минус 3. Дальше будет минус 5. Ну и так далее. Так, последний сомножитель. Какой? Последний сомножитель, кстати. Это я всегда торможу. 1-2 это минус 1. Минус 1 минус 2n, да? Минус от 2n плюс 1. С минусом берется 2n плюс 1. Кажется так. Нет? Все-таки 3. Сейчас, а почему я обсчитался? Минус 2n. А-а-а, здесь же плюс 3. Я вычел, а надо было прибавить. Конечно, да. К единице мы прибавляем двойку. Получается 3. Вот всегда в этом месте путаюсь. Так, ну шо ж такое. А, здесь минус 3, да? Ой, елки, сейчас. Скобки внутри уберите просто. Мне не хотелось скобки убирать внутри, потому что я хочу, чтобы все было один... Тогда минус 3, да. Да. Черт, шо ж я так путаюсь-то. Ну ладно. Да, действительно минус 3. Потому что я же минус вынес за скобку, а у меня должно быть плюс 3 в этом месте. Да. 2n минус 3, вроде так. Ага. Ну хорошо. Сейчас тогда точно все сойдется. Потому что мы проверили, что все правильно, значит должно сойтись. Так, минус 1 в степени n. Так. Ну я не знаю, можно в принципе уже сократить одну из вот этих. У нас будет тогда 2 в степени n поделить на n факториал. Дальше. Минус 1 надо понять, в какой степени вот здесь. В какой степени здесь минус 1? В n минус 1. Потому что вот из каждой скобки минус 1 получался, кроме как из первой. Поэтому минус 1 будет в n минус 1 степени. Так, ну а дальше будет произведение нечетных чисел. Отрицательное, отрицательное, ничего страшного. А что такого-то? Ну отрицательное. Это коэффициент просто при x в n. Мы потом будем вычитать все равно этот корень из 1 минус 4x. Поэтому там все получится как надо. Значит, 1, 3, 5 и так далее. 2n минус 3. Но что надо сделать, чтобы эта штука получше сосчиталась? Надо превратить ее в факториал. Но это называется двойным факториалом, если кто-то знает. Но это не так важно. Значит, надо ее просто взять и формально домножить на 2 на 4 и так далее на 2n минус 2. Но поскольку это лишнее, то на что мы домножили, то надо еще и разделить на 2 на 4 на 2n минус 2. Просто тупо домножить и поделить на одно и то же. Тогда сверху у нас получится обещанный факториал. Переписываем снова. Да, здесь получается просто минус, потому что степень у минус 1 нечетная. 2 в степени n на n факториал. В числителе у нас стоит 2n минус 2 факториал. А в знаменателе надо из каждого вот этого сомножителя за скобку вынести двойку. У нас получится 2 в n минус 1 степени умножить на n минус 1 факториал. Верно? Так, это вообще умерло, n пропало. И можно это написать так. Это есть минус 2 поделить на n. 2n минус 2 факториал. На n минус 1 факториал. На n минус 1 факториал. Второй факториал это вот этот факториал. А первый факториал, если мы его на n домножим, это как раз n факториал. Все очень круто. Получается минус 2 делить на n. С из 2n минус 2 по n минус 1. Самое обычное c уже из нормального целого числа. Теперь мы вспоминаем, что f от х, помноженное на х, это есть 1 вторая минус 1 вторая корень из 1 минус 4х. Вот это вы еще помните? Все помнят? Их, умноженное на f от х, ну двойку можно загнать вниз, будет 1 минус корень из 1 минус 4х пополам. В точности так у нас и было. Ну и чего? Какой здесь коэффициент при х в n-ной степени? Давайте, знаете что, найдем вот здесь коэффициент при х в степени n плюс 1. Вот мне так хочется. Вот в этом выражении найдем коэффициент при х в степени n плюс 1. Какой у нас получится коэффициент? Во-первых, со знаком минус, а во-вторых, пополам. То есть у нас получится 1n на c, ой, 1n плюс 1, извините. 1n плюс 1 на c из 2n по n. Успели все? Почему n плюс 1? Потому что степень n плюс 1 я должен вместо n подставить n плюс 1. Вот. А что такое коэффициент при х в n плюс 1 степени слева? Это в точности tn t. f от х – это производящая функция для чисел каталана. То есть у нее при х в n-ной степени коэффициент tn. Если мы это домножаем на х, то получается как раз х в n плюс 1. Все, вот это вот и есть в точности tn. Доказали тоже. А подожди, вот эти вот свободные члены? Самый первый член, ну понятно, да. Я написал при х в n-ный коэффициент при n большем нуля. Если n равняется нулю, то коэффициент будет как раз единиться, и он сократится с этой одной второй. Это спасибо за вопрос, это правильно, да. Одна вторая пропадает в самом начале, а остальные коэффициенты выглядят вот так. Так, поднимите руки, кто понял. Неважно, знал, понял, ну в общем понял. Ну здорово. Давайте сейчас тогда устроим перерыв. Так, друзья, ну давайте я сегодня продолжу простую тему. Мне нужно напомнить вам еще некоторые средства, которые, я думаю, почти все присутствующие знают. Но я все-таки вот за оставшиеся буквально 20-то минут, а мне всего столько осталось от лекции, ну там 25, напомню простой инструмент, как можно искать такие вот формулы, как, например, формула для числа Фибоначчи. То есть если у нас какая-то последовательность задана рекуррентным соотношением, то иногда можно очень легко найти формулу для n-ного элемента этой последовательности. Это, конечно, большинство знают, но давайте я это аккуратно напомню, просто чтобы дальше этим инструментом можно было пользоваться. и в следующий раз я уже что-нибудь забацаю такое. Кнопочку, кажется, нажал. Я очень надеюсь, что нажал. Вот вроде бы она сейчас не на mute, а на миг. А смотрите там. Да, да, да. Гистограмма, отлично, все. Значит, давайте я напомню, что бывают такие линейные рекуррентные соотношения с постоянными коэффициентами, линейные рекуррентные соотношения с постоянными коэффициентами. И по-быстрому расскажу еще разок, как их решают. Значит, соотношение выглядит так. Ну, скажем, АКТ УН плюс К плюс АК минус первое УН плюс К минус 1 плюс и так далее плюс А1 У1 плюс... Ой, У1 Н плюс 1. А1 УН плюс 1. И А0 УН равняется нулю. Подразумевается, что АКТ не 0. Значит, вот эти вот числа А0, А1 и так далее АК это какие-то там даже комплексные, можете считать, коэффициенты. В принципе. Ну, если очень страшно, можете считать, что вещественные, но тогда немножко будут неаккуратными формулировки, которые я буду потом давать. Значит, вот есть какие-то фиксированные коэффициенты. К это тоже фиксированное число. И у нас просто вот такое вот рекуррентное соотношение на элементы последовательности YN. N от нуля до бесконечности. Есть неизвестная последовательность, и известно, что она удовлетворяет такой рекурсии. Если вас смущает подобная запись, ну, понятно, вы можете перенести все, кроме YN плюс КТ в правую часть, поделить слева и справа на АКТ, и у вас получится такая совсем рекурсия. YN плюс КТ выразится через предыдущие К-значения. Так, очень быстро или все понятно? Если надо замедлиться, я замедлюсь. Пожалуйста, сдерживайте меня, если что. То есть я рассказываю на максимуме скорости, потому что вещь, конечно, простая, но еще быстрее рассказывать – это устроить какую-то такую скороговорку. Ну, давайте рассмотрим вот это вот. Ну, это как-то будет совсем нехорошо. Шлеп-шлеп, да. Вот, это как-то, ну, все-таки надо что-то аккуратно сказать здесь. Конечно, из этой записи видно, что YN плюс КТ выражается просто через К предыдущих значений. Разумеется, когда… Значит, давайте я вот еще что скажу. Понятно, почему оно линейное, во-первых. Понятно, почему оно с постоянными коэффициентами. Вот, оно называется КТово порядка, тоже по понятной причине. Линейное рекуррентное соотношение КТово порядка с каким-то там фиксированным К. Вот оно здесь написано. Теперь, понятно, что если написано просто оно в таком виде, то решений, то есть последовательности, которые удовлетворяют этому соотношению, бесконечно много. От чего зависит решение? От начальных условий, конечно. Сколько надо знать начальных условий, чтобы однозначно восстановить решение по рекурсе и по ним, по начальным условиям? Ну, К, конечно. То есть, если мы знаем числа Y0 и так далее, YK минус 1, то понятно, что число YK мы восстановим, потом YK плюс первое восстановим и так далее. Вот. То есть, если заданы вот эти начальные условия, то решение находится однозначно. А если они не заданы, то у нас есть целое многообразие решений. Такое вот линейное пространство на самом деле. Ну, я не буду говорить здесь страшные слова, они не очень важны. Давайте разберем традиционно. Случай K равняется двойке. Там все совсем просто, общеизвестно, но я напомню. Значит, в случае K равняется двойке, то есть, соотношение второго порядка. У нас есть А2YN плюс 2 плюс А1YN плюс 1 плюс А0YN равняется нулю. По этому соотношению строится характеристический многочлен или характеристическое уравнение. Вот такое вот. А2 лямбда квадрат плюс А1 лямбда плюс А0 равняется нулю. Ну, лямбда это просто переменная, а коэффициенты в этом многочлене те же самые, что были в нашей рекурсии. Значит, вот строится такое уравнение. У этого уравнения, коль скоро мы работаем с комплексными числами, всегда два корня. Все понимают, что у квадратного уравнения всегда два корня. Это очень важный момент. Нет, но это важный момент, потому что даже если корень 1, их все-таки два с кратностью 2. Один и тот же корень имеет кратность 2. Вот это надо понимать. Значит, есть корень лямбда 1 и есть корень лямбда 2. Может быть, они совпадают, но это все-таки два корня. Вот это важно. Ну, и различают два случая, когда лямбда 1 не равняется лямбда 2, и когда лямбда 1 равняется лямбда 2, равняется там какому-то лямбда. В каждом из этих случаев решение получается свое. Давайте я напомню, как оно получается. Значит, теорема 1. Теорема 1. Точная формулировка звучит следующим образом. Пусть корни характеристического уравнения различные. Лямбда 1 не равно лямбда 2. Тогда для любых c1, c2, ну, в общем, тоже комплексных, вот это вот выражение yn равняется c1 лямбда 1 в n плюс c2 лямбда 2 в n является решением рекуррентного соотношения, рекуррентного соотношения, это покуда не заданы начальные условия. Вот любое такое выражение является решением нашего рекуррентного соотношения. И наоборот, если yn удовлетворяет рекуррентному соотношению, то существуют c1, c2, такие, что yn равняется c1 лямбда 1 в n плюс c2 лямбда 2 в n. Согласны с такой формулировкой, те, кто ее знал? А поднимите руки, кто это знал? Ну, в общем, вроде все. Умеете доказывать? Ну, то, что подставив вот такое выражение, вот как здесь написано, мы действительно получим 0, это понятно, потому что вот, там все сократится, останется только вот это. Что для лямбда 1, что для лямбда 2, все обнулится. А почему других решений нет? То есть любая рекурсия, ой, любая функция, любая последовательность, удовлетворяющая рекурсии, может быть записана в таком виде, не в каком-то более сложном, а именно в таком. Посмотрим на начальные условия, да. Нужно это объяснять или не нужно? Это просто, конечно, но это все-таки такая вещь, которую, может, стоит осознать. Давайте я быстренько напомню, вот Андрей правильно сказал, конечно. Давайте я быстренько напомню, как доказывается вторая часть, может быть, кому-то это будет полезно. И среди присутствующих, и на записи, я думаю, все-таки стоит это сказать. Но то, что это удовлетворяет, проверять не нужно. Это ясно. Но это вы легко проверите, это действительно понятно. Вот, ну давайте действительно возьмем какую-нибудь yn, какую-то последовательность. Так, в ней есть y0 и y1. Но первые два элемента этой последовательности в ней, конечно, имеются. Давайте решим такую систему уравнений. c1 плюс c2 равняется y0, и c1 λ1 плюс c2 λ2 равняется y1. Вот это совершенно конкретные наши числа, которые мы зафиксировали, первые элементы той последовательности, которая удовлетворяла рекурсии. λ1, λ2 – это наши конкретные различные корни характеристического уравнения. и c1, c2 – это, собственно, неизвестные в нашей системе. Ясно, что поскольку λ1 не равно λ2, вот здесь это важно, эта система имеет однозначно единственное решение. Давайте назовем c1 со звездочкой, c2 со звездочкой – корни этой системы. Единственные, которые находятся однозначно по нашим y0, y1, λ1, λ2. Вот, и составим новую последовательность yn со звездочкой, которая будет вот так устроена. c1 со звездочкой λ1 в n, плюс c2 со звездочкой λ2 в n. Составим вторую такую последовательность. А теперь смотрите, y0, y0 со звездочкой – это что такое? Это c1 со звездочкой, плюс c2 со звездочкой. Мы просто подставили сюда 0. Но c1 со звездочкой плюс c2 со звездочкой – это ведь y0? Дальше, y1 со звездочкой – это c1 со звездочкой λ1, плюс c2 со звездочкой λ2. Смотрим сюда, это в точности y1. Дальше вспоминаем. Мы поверили, что любая последовательность такого вида является решением рекуррентного соотношения. Значит, и такая тоже. Смотрите, yn со звездочкой является решением нашей рекурсии, и первые два ее элемента совпадают с первыми двумя элементами вот этой последовательности. Но это означает, что yn со звездочкой совпадает с yn просто для всех n. То есть мы наше yn как раз вот и записали так, как хотелось. yn была при этом изначально совершенно произвольной. Мы просто по ней нашли вот эти c, и все получилось. Все очень просто. Но я надеюсь, что те, кто вдруг этого не помнил, поняли сейчас полностью это. И все в порядке. Вот. Теорема 2. Пусть лямбда 1, что-то такое полетело там, но это не важно. Лямбда 1 равняется лямбда 2 равняется лямбда. Вот теперь они совпадающие. Тогда, конечно, такая штука является решением. Но проблема заключается в том, что вот эта система не будет однозначно разрешима. Потому что лямбда 1 равно лямбда 2. Значит, мы явно не заметаем все многообразие ситуации. Вот здесь надо написать вот так. c1n плюс c2 на лямбда в n-ной степени. То есть не только константа, помноженная на лямбда в n-ной степени, но еще и константа помножить на n помножить на лямбда в n-ной степени является решением рекуррентного соотношения. Но это можно проверить с учетом теоремы Безу, ну или я уж не знаю, но просто с того, что если два корня у квадратного трехчлена совпадают, то этот квадратный трехчлен имеет очень специальный вид. После этого действительно подстановка такой штуки в нашу рекурсию показывает, что получается 0. Ну а наоборот здесь все то же самое. Здесь, значит, надо написать вот так. c1n плюс c2 на лямбда в n-ной. Наоборот, если y-н-ная удовлетворяет рекуррентному соотношению, то найдутся константы, с которыми y-н-ная равняется вот этому. Ну это рассуждение в точности. Такое же, просто за счет вот такой записи решение у системы опять ищется однозначно. Лямбда одно и то же, но зато вот здесь c1, c2 разные. Вот. Так что это я уже доказывать не буду. И последнее, что я сделаю, это я сформулирую общий результат, который получается естественным обобщением первых двух. Так, могу я стереть эту теорему? Наверное, могу. Да? То место мало. Общий результат это для произвольного k. То есть мы возвращаемся к рекуррентным соотношениям произвольного порядка, не второго. k, любое натуральное число. Составляем такое же точно характеристическое уравнение, только здесь уже будет оно k-той степени, а не второй. лямбда в k-1 плюс и так далее, плюс а1 лямбда плюс а0 равняется нулю. И замечаем, что у этого уравнения в комплексных числах k корней. Ну, это сложная теорема, конечно, которая называется основной теоремой алгебры, но я вообще думаю, что все присутствующие слышали о таком факте. У любого уравнения k-той степени, у многочлена k-той степени, есть ровно k корней, но некоторые из которых совпадают. Возможно, совпадают. Значит, давайте как-нибудь эти корни обозначим. Сначала просто лямбда 1, лямбда k. Лямбда 1, лямбда k это вообще все корни, но среди них могут быть совпадающие, как и прежде. Давайте все различные корни обозначим мю 1 и так далее мю l. l не превосходит k. Вот это вот, это представители, различные представители из этого множества. Тут могут быть совпадающие числа, вот мы их группируем. Одно совпадающее, одна группа из совпадающих чисел, это числа мю 1, там другая, это числа мю 2 и так далее. Ну, может быть, они все различны, тогда l равняется k. Так, давайте через м1 и так далее мл обозначим, соответственно, кратности этих корней. То есть, м1 плюс и так далее плюс мл, вот это в точности k. М1 раз встречается число мю 1 среди вот этих, м2 раза встречается число мю 2 среди этих и так далее. Все успели? Вот, тогда теорема утверждает следующее, что вот такое вот выражение, yn равняется p1 от n на мю 1 в степени n плюс и так далее плюс p l от n на мю l в степени n. Вот такое вот выражение, сейчас я скажу, что такое p1 от n, pL от n, но вот такое выражение всегда является решением рекуррентного соотношения. Сейчас скажу, что такое p1, pL. Является решением рекуррентного соотношения. так, p и t от n это произвольный многочлен от переменной n, имеющий степень m и t минус 1. Произвольный многочлен с произвольными коэффициентами от переменной n, имеющей степень m и t минус 1. Ну, какие-то коэффициенты могут равняться нулю, да, в этом смысле меньше или равную, да. Произвольный многочлен степень, ну давайте не выше, хорошо. Ну, то есть это многочлен вот такого вида. c0 и t плюс c1 и t n плюс c2 и t n в квадрате плюс и так далее, плюс c2, ой, плюс c2, зачем же 2, плюс c m и t минус 1 n в степени m и t минус 1. О! При этом, да, вот этот коэффициент может равняться нулю. Вот эти коэффициенты все какие угодно числа, комплексные. Какие угодно. И для разных и они могут быть тоже разными, какими угодно. Для разных и для разных многочленов можно выбирать совершенно произвольные коэффициенты. Всего этих коэффициентов сколько получится? Видите, они идут от нуля до m и t минус 1. То есть для каждого многочлена их в точности m и t штук. А в сумме по всем многочленам их в аккурат к. Всего различных коэффициентов к штук. Ну и наоборот. Если y n это решение рекуррентного соотношения, то существуют p1 и так далее, p, l такие, что вот эта вот запись. Такие, что вот эта запись. Понимаете, как соотносится вот эта теорема с теми двумя частными случаями, которые мы успели рассмотреть более аккуратно? Нет? Не совсем? Ну, кто-то понимает, кто-то не совсем. Давайте я быстренько прокомментирую. Ну вот смотрите. У нас было k равное двойке. У нас было k равное двойке. И был случай, когда λ1 равняется λ2. Вот в этом случае давайте посмотрим, какие получатся обозначения. Сколько есть μ? То есть чему равняется l? Одному. То есть есть только μ1. l равно 1. Чему равняется соответствующее m1? Оно равняется, конечно, двойке. Глядим на нашу теорему. Что она утверждает, если у нас есть только одно μ1? Она утверждает, что yn равняется p1 от n умножить на μ1 в n-ной степени. Вот эта теорема имеет частным случаем вот такую ситуацию. Правильно? Вот здесь. Что такое p1 от n? Это произвольный многочлен степени m1 минус 1. То есть первой степени. Но произвольный многочлен первой степени это вот такое выражение c0 плюс c1 умножить на n. То есть в точности та самая ситуация, которая была в теореме 2. Это есть прямое обобщение теоремы 1 и 2. Ее можно тоже доказать, аккуратно подставив и проверив. Но это я делать не буду. Давайте на этом на сегодня завершим. Не расслабляйтесь. В следующий раз будет гораздо труднее и гораздо менее известно. Так что не подумайте, что всегда будет так просто. Если кому-то что-то здесь осталось непонятным, тоже, пожалуйста, спрашивайте. Сейчас перерыв и потом семинар. Нормально время закончилось? Конечно. Потому что для катарсиса осталось еще разобрать эти фибоначиевые числа. А, фибоначиевые числа. А кто-нибудь не знает, как посчитать фибоначиевые числа? Надо решить квадратное уравнение. Так, ну я думаю, что мы разберем это все-таки на семинаре. Ладно. А, для катарсиса. Я знаю, какой катарсис можно сделать из фибоначиевых чисел. Решить квадратное уравнение каждый может, конечно. И, решив его, он найдет, что число фибоначи имеет примерно такой вид. Я коэффициентов не помню. Но, в общем, c1 на корень из 5 плюс 1 пополам в n плюс c2 на корень из 5 минус 1 пополам в n. Ну, то есть асимптотически это есть некоторая константа c1 на вот это вот корень из 5 плюс 1 пополам. То есть, что такое корень из 5? Это примерно 2,24. Если вы сложите, тут получится 3,24, поделите пополам. Но вот, как я сказал, будет что-то типа 1,62 в степени n. 1,62 в n. И развлекать слушателей надо так. Вот в 1209 году Фибоначчи предложил задачу про размножение кроликов. Кролики размножаются и живут вечно. Поэтому к настоящему времени пар кроликов, которые возникли в процессе Фибоначчи, ну, вот столько вот. Где n – это количество месяцев, которые прошли с тех пор, как Фибоначчи поставил задачу. Поскольку с тех пор прошло примерно 800 лет, то месяцев примерно 10 тысяч. Вот теперь посчитайте, сколько получилось кроликов. 1,62 в степени 10 тысяч. Но это запредельное количество, которое вообще ничем не сопоставимо. Это подтверждает, к сожалению, вот, что, к сожалению, кролики умирают. Да, вот я очень люблю кроликов, но они, к сожалению, умирают. Вот на этом точно можно закончить лекцию.